В арабском языке есть два рода – музаккар, мужской род, и муаннэз, женский. То есть, все, что нас окружает, является либо мужским, либо женским родом. В основе имена в арабском языке – мужского рода. Что это означает? Чтобы сказать, что какое-либо слово мужского рода, доказательств не надо, потому что в основе имена приходят в мужском роде. А для того, чтобы сказать, что слово женского рода, необходимо это доказать. И в женском роде есть свои признаки, по которым мы определяем их. На сегодняшнем уроке мы пройдем признаки женского рода. При наличии этих признаков мы сможем легко определить женский род, а при их отсутствии – мужской род. Итак, первым признаком женского рода является наличие тамарбута в конце слова. К примеру, аишету, джемилятун, сайяратун, фававилятун и так далее. Если увидели тамарбуту в конце слова, с уверенностью на 99% можете сказать, что данное слово – женского рода. А почему не на 100%? Потому что у каждого правила есть исключение, и в арабском языке очень мало имен, которые заканчиваются на тамарбуту, но однако они мужского рода. К примеру, усамету, хамзету. В конце этих имен есть тамарбута, но несмотря на это эти слова мужского рода, потому что эти слова являются мужскими именами, и, как мы сказали, эти имена считаются исключением, и их очень мало. Перейдем ко второму признаку женского рода. Вторым признаком является алиф-аль-максура. Алиф-максура – это одна из видов алифа, которые пишутся как буква «я», но без точек. Возьмем примеры. Худа, сальма, бушра и так далее. Если увидели в конце слова алиф-максура, то с уверенностью на 99% можете говорить, что данное слово женского рода. А что, и тут есть исключение? Да, и тут не обошлось без исключения, но мы их не будем брать, поскольку их очень мало. Третьим признаком женского рода в арабском языке является алиф-аль-мамдуда. Алиф-мамдуда – это хамза, который пишется в конце слова, и до него стоит алиф. К примеру, байда, сахра, хамра. Если увидели, что слово закончилось на хамзу, и до хамзы стоит алиф, с уверенностью можете сказать, что данное слово женского рода. Закрепим урок. В арабском языке есть три признака женского рода. Это тамар-бута, к примеру, сайя-ратун. Второе – алиф-максура, к примеру, сальма. И третье – алиф-мамдуда, к примеру, сахра. И что на этом слова женского рода заканчиваются? Нет, в арабском языке, если слово указывает на лицо женского пола, то она является именем женского рода, даже если не имеет окончания женского рода. К примеру, бинтун – девочка, хамилюн – беременная, уммун – мама, или же марьям. В этих словах отсутствуют вышепречисленные признаки женского рода, то есть нет в конце слова тамар-буты, или же алиф-максура, или же алиф-мамдуда. Но, несмотря на это, данные слова женского рода, как мы знаем, мамой или беременной не может быть только лицо женского пола. Поэтому эти и похожие слова будут в арабском языке женского рода. Также в арабском языке есть слова, которые являются именами женского рода лишь по употреблению, то есть у них отсутствуют признаки женского рода, и они не указывают на лицо женского пола. Таким именам относятся названия племен, к примеру, Курайш, Кахтан, народов, Рус, Казах, Шишан, городов, Москов, Алматы и стран, к примеру, Русия, Казахстан, Дагистан и так далее. Еще к словам, которые приходят в женском роде без признаков женского рода и не указывающие на лицо женского пола относятся названия парных частей тела. Что это означает? Как вы знаете, человек в основе своей имеет две ноги, две руки, два глаза, уши и так далее. И все парные части тела тоже относятся к женскому роду. К примеру, Едун, Удун, Аййнун. Как вы видите, здесь отсутствуют признаки женского рода, то есть нету Тамарбуты или Алиф Максура или же Алиф Мамдуда, и эти имена не относятся лицам женского пола, но они относятся к словам женского рода, так как в арабском языке парные части тела приходятся в женском роде. А не парные части тела, такие как нос, голова и так далее, будут являться словами мужского рода.